Японские конькобежцы ездят только на правоногих коньках. Вот это пассаж! Шёл через реку, попал под паровоз. Я б сказал, полный пассаж. Полный чего? Ну, судя по всему, рыбы. А, это моя, да. Разрешите представиться? Купец первой гильдии по рыбному промыслу с Ряхин. Ротмистер Колотыгин. Что ж вы, ротмистер, не смотрите, куда на своей лошади едете? Эй, эй, я ж не верхом, я на коньках, и лошадь эта не моя. Как же это не ваше, если вы изволили вместе с ней меня переехать? Голубчик, они были так бесконтрольно скользили по этому льду, как вошь по лысине. Ну, схвозили, давочку наповал, пожалуйста. Ротмистер, по-моему, штурмовать женщин с наскока, это ваши гусарские манеры. Я смотрю вам, рыба дороже, чем женщины, да? А у нас с рыбкой не личные отношения, а деловые. Она мне, в отличие от дам, денежку приносит. Именно поэтому я в своей одежде, а вы, видимо, в казенной, да? Коньки мои. Твою же дивизию. О, ротмистер, гляньте, дама требует военного вмешательства. Помогай. Сейчас, да, понятно. Понятно же, кто будет поднимать, тот из копытил. Сами поднимайте, солида, свои проблемы. О, приплыли. Вот ваша тема пошла. Давай, давай, подгребай, закидывай, тащи давай. Давай, давай, давай. Погодите, вы, ротмистер. Похоже, предмет нашего спора перестала подавать признаки жизни. Может, это были конвульсии? Да я рубил головы петухам. Я знаю, что такое конвульсии. Отойдите, а то, значит, может, скачать и бегать тут начать еще какое-то время. Живо. Живо. А, я уж думала, крякнула вдова, графиня Анна Алексеевна. Поздалось вам за то, что вы на причастие напились. Так бы и померла, не оставив завещание. А потом ищи свечи, кому эти имения с доходными домами полагаются. Ну-ка, руки везла свои убери. Ага, вы только что сказали, что это не дома, а чужая кобыла. А вам вообще рыба была интересней, чем женщины. Я сказал, что меня интересует рыба, которая приносит денег. И ничего такого страшного, если это будет не рыба. Анна Алексеевна, давайте помогу вам. Анна Алексеевна, голубушка. Анна Алексеевна, позвольте представиться. Купец первой гильдии по рыбному промыслу. Ряхин. Да, мы стали с вами жертвами природных сил. Да, я жертва инерции, вы жертва гравитации. Искрентое, прошу прощения. Готов искупать свою вину подли вас до конца ваших дней. Угомонитесь, Ряхин. Так, все, объясню. Вы, ваше свидетельство, скользили, как снежинка по голубому льду, пока треклятый ветер не понес вас и не вмазал вас в стену под названием Ротмистер Калатыгин. Да, Ротмистер, врете вы еще дешевле, чем выглядите. Да, ваше сиятельство плыли, как форель, радужная форель. Да, когда течение подхватило ее и занесло в теплую, уютную бухту по имени Ряхинс. Поптите, Ряхинс, что за намеки? Алексеевна, голубушка, разрешите дать вам вашу, взять вашу руку, так сказать, и чтобы вы больше не упали, проводить вас с этого катка вплоть до алтаря. Так, так, я ни хрена в ваших рыбах, снежинках не поняла. Кто лежал на мне, давил на меня? А, это же не я, Анна Алексеевна. Я-то иду, смотрю, такая красивая дама лежит, я думаю, чего я мешать буду. Это, наверное, вот Ротмистер валялся на вас. Это же и гусарские замашки. Увидел даму, упал на нее. Вы несете это? Что вы слушаете на рыбозвон, это я не знаю. Гусар, Алексеевна, гусар, мы же как стена. Я как стена стоял над вами и смотрел, как вы лежите, охранял вас, так сказать. Мы же гусары такие, да. Охранял вас от вететра, от бухты вот этой непонятной тут, понимаешь, расплываться, понимаешь, тут такая. Я не давлю на женщин-то, они обычно сами соглашаются. А приятно было? А, так да, Ротмистер-то стоял, как истукан же. А давил на вас, приятно лежал я, конечно. У нас же у Ряхиных давление это наследственное, да. Это же ваши имения и дома наследственные, вот, так и давление мое. Можем объединить наше наследство, и мое давление будет и вашим. Тру-ру-ру, стоять! Тру-ру, сказал! О, извините, к неверховому привычку осталось. Так сказать, в природной скромности, так сказать, хотел промолчать. Но, понимаешь, этот рыбозвон, наш рыботряд вынуждает меня раскрыть карты. Давил на вас, конечно, Ряхин. О, хоть раз Ротмистер в жизни правду сказал. Но уложил его на вас, ваш покорный слуга. Да. Смотрю, выжить, вы такая, понимаете, на льду, а этот ведется вокруг вас, с этим угрем. Ну, я уложил его одной левой. И заботливо так на вас, на поясничку, чтоб мягонько было. Но он достал, как стена, то есть сказать, охранник. Ну, я вам давече все говорил. Вот сделал, как говорится, два дела одновременно. Я вообще много дел одновременно делать могу, да. И за имением смотреть, и домами управлять. Это самое, доходными. И конюшню можно поставить. Ах, ты щучий патрух! Ты смеешься, ты вымерен, ты! Так, тихо, тихо, господа, ну тише. Здесь же дети. Дети? Дети? Маменька, маменька. Ой, солнышко мое. Ну что, это младшенький мой, Алексей Сергеевич. Алексей Сергеевич, а что ж ты один? А где же сестренки твои? Софья Петровна и Мария Марковна? Они опять дерутся. Ой, дерутся. А как же братья твои старшие? Андрей Анатольевич и Евгений Юрьевич куда смотрят? Они соединенцами вообще. А кто же им денег дал? Ефим Давидович. Давидович. Ой, Ефим Давидович, это старшенький мой. От первого брака. Богаче меня все скрывает, зараза. Ну да. Подожди. А близнецы? Пакстят. Ай, пакстят. Все как обычно. Ну ладно, ладно, ничего. Хорошо, остальные дома остались. Ну ничего, ничего. Скоро на каждого из них отцовская рука найдется. Вот здорово, как что ротмистер как раз несколько дел сразу может делать. А я даже такой забывчивый, Анна Алексеевна, вот даже все, ничего не помню. Кого сбил, на ком лежал. Я же тут, я же тут не просто так, я же вот это, мне надо рыбу освободить. Тут где-то прорубь была неподалеку. Анна Алексеевна, вы если что, прям не стесняйтесь и за мной не посылайте. Да, где тут прорубь у вас, господа? А? Что? Есть? Не стесняйтесь за хамство, Анна Алексеевна, ну, родина зовет. Вот только что родина меня звала. Это я с ней сейчас, это... Так что, не вспоминайте меня, чтоб не страдать. Ну че, Федька, держи пятак, заработал? Да, эти совсем слабенькие оказались. Мы с тобой пока всех неженатых господ проверим, ты меня по миру пустишь. Ладно, давай толкай меня на тот берег, там вон мужик какой-то в шубе перспективный. И леденец тебе куплю. Ладно. Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА